Энергокризис, кризис цен. Как вы бы характеризовали нынешнюю ситуацию? Перед этим очень холодная зима и так далее, действительно. Но и эти факторы, и то, что сейчас происходит на глобальном рынке сжиженного газа, это действительно факторы, которые мы не могли, влияние которых мы подвержены. Но то, что мы могли, это насколько они будут сейчас на нас влиять. И тут об этом умалчивается. И здесь наша политическая власть, которая также компетентна, ответственна, как она решает проблематику ковида, решала и эти энергетические вопросы. И я это конкретными примерами могу рассказать, как это выглядело, и почему вообще там, что у нас там сейчас происходит, например, с Инчуканцем. Почему у нас сегодня есть Инчуканцем газа? Это благодаря просто потому, что был один депутат, который, когда предыдущее мудрое правительство сделало либерализации рынка и газовую модель такую, что она была максимально спекулятивна, начал просто делать запросы министру экономики, чтобы он объяснил, как эта модель будет работать в таких обстоятельствах. Так тоже. И они сделали это требование, что у нас есть эта подушка, что если что, у нас газ будет. И это тоже не стопроцентно. То есть то, что у нас сейчас полный Инчуканц, это не означает, что этот газ у нас будет столько, сколько нам надо до конца отопительного сезона. Почему? Потому что рынок создан сейчас, эта модель такова, что Инчуканц сейчас это просто как площадка для торговцев, в которой они могут играть, располагать свой газ, как они хотят, держать сколько они хотят. И продавать, кому они это хотят. И поэтому сейчас, на данный момент, говорить о том, какое будет повещение цен, мы можем очень приблизительно только. Это больше спекуляции. Они могут быть разные. Потому что мы не знаем, на какие условия эти торговцы заключили эти контракты. Мы не знаем даже, я понимаю, даже Латвенерго не знаем, как они закупили. Почему я это говорю? Потому что здесь может быть очень большая вариация, очень большая маржа. Одно дело, если они сделают так, как советовал Министерство экономики раньше, в то время, согласно этой модели, просто выходите на биржу. Тогда они сейчас получают по полной программе, там будет повышение цен. Если кто-то заключал долгосрочные договоры, то цена может быть совсем другая. Скажем, если он заключил и закупил этот газ, скажем, какого-нибудь предприятия летом, это совсем другая цена. И значит, они могут не поднимать для своих клиентов эту цену. И если мы говорим про мероприятие, которое должно делать это правительство, которое сказало, у нас нет ничего, мы ничего не можем в этой ситуации, то одна из вещей, они могут посмотреть, какие были закупки этого газа, какие цены, какие есть у нас возможности с этим варьировать. Потому что если кто-то закупил ее, скажем, летом, то это большая разница этой цены. А это значит, что это предприятие, оно может, скажем, дать свое тепло, продавать там не по той цене, которая сейчас будет исходить из рынка. Из рыночной цены, которая может там уже пять раз выше. С занижением. То есть хотите сказать, чтобы государство, правительство диктовало часто... То, что я говорю, я не сказал... По-моему, такое невозможно. Нет, погодите, я этого не сказал. Я скажу, что такой инструмент ВЕСТ, он возможен, если сделать аркард ситуации, чрезвычайное положение, сказать и сделать специальную регулировку. То есть в энергетике. Да, в энергетике специальную регулировку. Это просто как один из инструментов, что можно делать. Понятно. Как с ковидом чрезвычайное положение, так и здесь. Андрис. Продолжение следует...